Продолжаем эфир первого городского телеканала. Вы смотрите программу из первых рук в студии Асель Растангалиева. Сегодня у нас в студии в качестве спикера выступает Урмагамбетов Самат Сагенгалиевич, учредитель строительной компании «Центр Групп». Здравствуйте. Здравствуйте, Асель. Совсем недавно вы были в нашей студии, правда говорили мы с вами о строительной сфере деятельности, непосредственно то, чем вы сейчас занимаетесь. Но помимо этого вы еще и обучаете. Вот чему и как обучаете? А главное, почему? Вот в первую очередь, мне кажется, все коучи, все бизнес-тренеры всегда спрашивают, почему это твоя миссия? Так это или не так? У меня есть своя программа, курсы именно по коуч, по коучингу, именно направление наставничества в бизнесе. То есть в бизнесе. И я через призму науки Сюцай привожу людей именно к успеху и гармонии с самим собой в первую очередь. А почему именно через Сюцай? Потому что методик различных инструментов много, я так понимаю, вообще в мире, да? Не только я говорю про нашу страну. Но вы выбрали именно Сюцай? Ну, я взял его на вооружение сам, потому что мастер Сюцай, являюсь дипломированным коучем. И три года уже занимаюсь этим направлением. Через эту науку я понял сам себя, свои энергии, качества, компетенции. И через науку Сюцай я подбираю себе людей, выстраиваю отношения с командой. Полностью командообразование у меня происходит через науку Сюцай. Моя команда полностью посвятил я этой науке. Провел им двухмесячный коуч. И поэтому именно наука Сюцай, можно сказать, это и есть бизнес. Ну, многие будут спрашивать, конечно, а результаты есть самое главное? Результаты есть, конечно, и мощные, и ошеломительные результаты у моих учеников, тем клиентов, которым я проводил консультацию просто. За одну консультацию человек меняется, выстраивает отношения, выстраивает семейные отношения. У него происходит рост в материальном благосостоянии, в отношениях к семье и так далее. Ну вот еще один такой момент мне очень понравился. Во время прошлого мастер-класса, который проходил в субботу у вас, я присутствовала. И тогда вы сказали, нанимайте сотрудников, исходя из науки Сюцай, потому что если этот человек шестерка, то он будет привлекать деньги. А это хорошо для вашего бизнеса. Вот я все-таки хочу, чтобы вы продублировали это, и чтобы до наших телезрителей вот такие вот моменты, они доходили просто. Как ни говори, это все работает. Вот, допустим, единица – это стратегии, это первые руководители, это у них вектор эго направлен на власть и управление. Это вы единица? Это я единица, у меня первые руководители, а в основном все единицы. Двойки – это исполнительные люди. Вот у меня финансовый директор двоечка, она очень исполнительная. С ней всегда можно выстроить, ну она как душа компании, выстраивает отношения со всеми. И так далее. Вот пятерка – это торговля, бизнес. У меня, допустим, пятерки на должности именно отдела продаж, руководителя отдела продаж и так далее. – Самое интересное, что вот такие вот мастер-классы, о котором я сейчас сказала, да, что он проходит каждую субботу. И вот как раз завтра, 19 августа, в 18.00 у вас в офисе проходят встречи. Главное – бесплатно, да, все эти знания можно получить бесплатно. Сейчас такого нет. Сама Цегин Галич, почему решили вот проводить такие бизнес-коучи по выходным дням и собирать людей? – Ну, во-первых, я выполняю свою задачу от Творца. Есть у каждого человека предназначение. Это задача от Творца. Он должен выполнить ее, чтобы реализовать свою душу. Через науку Сюца я определил свою задачу от Творца, и я должен стать наставником. Я должен проводить безоплатные мастер-классы, на которых я передаю свои знания. Через передачу знаний, эти знания, и ко мне приходят понимания этих знаний, глубокие понимания. Это истинные знания, которые уже 5000 лет, они идут уже из года в год. И наш учитель Жанат Кожамжаров, он их сейчас адаптировал. И в странах СНГ, в 18 странах он их передает эти знания. Они запатентованы, они очень имеют полностью везде регистрацию во всех странах. Поэтому эти знания, можно сказать, приносят сейчас очень большую пользу людям. Но в любом случае, вы же понимаете, что сейчас такое время, да, и все, в принципе, сейчас все монетизируют. И вы могли бы все это делать платно, но тем не менее делать все это бесплатно. Все для народа. Главное, чтобы получили люди знания. Ну, первые, допустим, знания мы даем на мастер-классе безоплатно, но потом люди записываются уже на мои личные консультации, на коучинг двухмесячный. Вот я сейчас, пользуясь случаем, хочу объявить, что у меня есть программа коучинга, которая длится два месяца. Мы полностью передаем эти знания, выводим человека из субъективной реальности в объективную реальность. И это как бы человеку для начала мы объясняем интерпретацию вот этих вот, значений этих слов. То, что такое субъективная реальность. В субъективной реальности находится 97% неуспешных людей. А чтобы вывести их в объективную реальность, есть конкретные инструменты из науки. И этому мы учим. И когда человек приходит в объективную реальность, он начинает понимать жизнь, понимать себя, окружающих. И за счет этого он приходит к успеху через дисциплину тела, через дисциплину ума, ежедневную ходьбу, бег, спорт. Каждый день 6 часов, мои ученики, мы бегаем, занимаемся спортом. За счет этого приводим тело и ум в дисциплину. Через эту дисциплину человек нарабатывает множество привычек определенных, и они формируют его характер. Через характер он уже формирует свою судьбу в дальнейшем. И он становится успешным, он нарабатывает стержень, которому помогает в жизни добиться больших успехов и прийти к счастью и гармонии. Это всегда хорошо, когда есть наставник, человек, у которого огромное количество знаний, берет себя за ручку и ведет себя в какой-то определенный период твоей жизни, для того, чтобы дальше ты стал успешным и многофункциональным, скажем так. Это всегда хорошо. Но, тем не менее, всегда будут спрашивать, опять же, какой результат, кто ваши непосредственные мэнти, какие они. Потому что я увидела на мастер-классе в прошлый раз людей разного возраста. И вот расскажите, какой портрет такой? Давайте опишем. Ну, Василь, вы правы. Требуется наставник. Через наставничество легче пройти свой путь именно к успеху без ошибок. Потому что наставник, он тот, кто уже наступал на эти грабли, совершил множество ошибок. И я, допустим, моих учеников прям веду напрямую, не совершая тот тернистый путь, который я сам прошел. В свое время я очень много совершил ошибок, потерял больших количеств денег, неправильно выстраивал отношения с партнерами, с моими клиентами и так далее. Но эти знания я хочу сейчас передать. И моя аудитория действительно разные люди. В основном это молодежь, те, которые только хотят заняться бизнесом. Стартаперы, молодые предприниматели, которые сейчас застряли, можно сказать, на одном месте и не могут пробить потолок. Денежный потолок. Люди, которые не могут выстроить отношения со своими партнерами, со своими коллегами. А ведь бизнес строится именно на отношениях, на дипломатичных отношениях. И вот по науке СЮЦАЙ именно у нас есть 9 компетенций, которые помогают прийти к возможностям. То есть начиная от своей стратегии, выстраивая дипломатичные отношения, командообразование, и завершая это возможности, приходит через знания, приходит востребованность этого человека. И к нему приходят возможности от Творца и богатства от Творца. Бывает, что люди пока не готовы к большим деньгам, по такому масштабу, к осознанности и так далее. И нет у них бизнеса. Мы сейчас говорим просто про бизнес. И молодые люди, они же активные сейчас, амбициозные очень. Соответственно, они хотят знаний, за этим они приходят к вам. А есть люди простые такие. Вот с чего им лучше начать? С ваших мастер-классов? И могут ли они прийти просто так, для того, чтобы, не знаю, побыть в этой атмосфере? Потому что говорят же сейчас, что окружение меняет тебя, и окружение очень много решает в жизни. Конечно, человек – это… Мы привыкли находиться в социуме. И через социум, через коммуникации мы получаем дополнительные знания, дополнительные идеи, которые приходят от других людей. И вот это сообщество, которое я создаю, сообщество бизнесменов, инвесторов, мы друг другу помогаем. Постоянно генерим какие-то идеи, обсуждаем идеи, проводим мозговые штурмы. Поэтому приходите, это очень интересно. Человек, когда в замкнутом пространстве находится, дома, у телевизора и так далее, к нему никогда не придут какие-то мощные идеи, которые он мог бы воплотить в жизнь. А здесь и даже со своей идеей к нам прийти, и просто рассказать, и получить обратную связь – это всегда дорогого стоит. И плюс я же… у меня очень большие связи в городе. Я, допустим, новых моих учеников всех провожу, допустим, и знакомлю со всеми банкирами в городе, со всеми инструментами государственными. Вот сегодня, допустим, Атамикен мы пошли к нашему другу Данне Бигбау. Она уже занимается именно продвижением предпринимательства, молодежного предпринимательства, и она легко принимает уже по-другому полностью. Все инструменты, они находятся на поверхности, а многие этого не знают. И я как проводник. Еще один такой момент очень хороший все-таки. Если вы пока не готовы, можете прийти на мастер-класс, прийти послушать. И вот в этот раз тема мастер-класса будет о дисциплине, если я правильно понимаю. Почему выбрали именно эту тему? В прошлый раз была энергия. Энергия денег тоже была, конечно, очень мощная. А вот в этот раз – дисциплина. Ну, я считаю, что сам я очень дисциплинированный человек, и сам себя держу в дисциплине. И дисциплина – это первый инструмент для достижения успеха. В бизнесе без дисциплины не придешь к успеху. Поэтому, в первую очередь, дисциплина тела – это через ежедневный ранний подъем и спорт, заниматься именно бегом, ходьбой. И через дисциплину тела приходишь к дисциплине ума. А дисциплина ума – это и есть контроль за своими мыслями и эмоциями. С нами происходят те события, которые мы говорим, слышим, визуализируем и представляем. Других событий с нами не происходит. Поэтому надо контролировать свои мысли и эмоции. Это говорил еще наш дедушка Шакар-Мата. Он говорил еще в свое время. То есть формируешь свой характер, она решает твою судьбу. Все в жизни взаимосвязано. И вот вы, получается, все аспекты жизни человека прокачиваете. Ну, сейчас модно говорить прокачивать. Все-таки вы сейчас говорите и о спорте, и о питании, и о духовности, и бизнесе, соответственно, стратегии и так далее. То есть все это выстраивается постепенно, но тем не менее. Но есть основные четыре человеческие сферы жизни. Это отношения, здоровье, духовное развитие и материальное благосостояние. Их все-таки надо привести в гармонию, в баланс одновременно. И тогда придет успех. Спасибо огромное. Напомню, сегодня в студии был Урмагамбетов Самат Сагенгалеевич, учредитель строительной компании «Центр Групп», один из лидеров строительного бизнеса не только в нашем регионе, но и в Казахстане. Еще раз напомню, что уже завтра, 19 августа, в 18.00, в офисе «Центр Групп» состоится мастер-класс. Будут говорить о дисциплине. Спикером будет выступать сам Самат Сагенгалеевич. Напомню, лишь адрес. Находится офис по проспекту Али Молдогуловой, 5А. На этом наша программа завершена. До скорых встреч. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова А.Егорова А.Егорова